Статин в строю, силен в бою. Воспитанники Батаревской средней общеобразовательной школы номер один принят участие в финальных соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница по Волжье-2017». Они стали победителями республиканского этапа. В составе команды 14 юно-армейцев. Чтобы достойно представить республику на окружном этапе «Зарницы», нужна серьезная подготовка. Перед отправкой в Оренбург спортсмены рассказали о тренировках и планах на победу нашей съемочной группе. Им нет еще и 18-ти, но они полны решимости доказать, что способны быть первыми. Сейчас сорничники активно готовятся к соревнованиям. В сентябре в Оренбургской области на базе лагеря «Самородова» пройдут военно-спортивные игры «Зарница по Волжье». Она проводится уже в пятый раз. Среди 14 участников – 4 девочки. Но славой половины их точно не назовешь. Они тоже полны решимости не уступить парням. Сильнейшие спортсмены округа будут соревноваться в физической и военной подготовке – беге, плавании, метании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке макет автомата Калашникова, силовой гимнастики и многое другое. Один из самых любимых конкурсов участников юноармейских игр – сборка и разборка автоматов. Евгения Филипова собирает автомат уже на автомате. Первые навыки получила еще в школе, на занятиях по военной подготовке. Говорит, сбить ее ничто не может. Разве что заклинит механизм или замкнет какую-нибудь пружинку. Я разбираю автомат за 8 секунд, а собираю его за 12. Мы тренируемся каждый день и благодаря этому каждый день мы улучшаем свой результат. Для многих ребят строевая подготовка – один из самых ответственных этапов. В нем участвует вся команда. Здесь оценивают и форму, и выправку, и умение чувствовать товарища. Главная же цель «Зорницы» – воспитание патриотизма и подготовка ребят к самым сложным, даже экстремальным ситуациям. Сами участники соревнований говорят, им нужны лучшие результаты. И ребята стараются показать все, на что способны. Участие в «Зорнице» для меня – это как будто целая жизнь, отдельно от школьной. Каждый день после уроков мы собираемся, вместе готовимся, разбираем, собираем автомат, магазин, надеваем языка, стреляем, бегаем, физической подготовкой занимаемся. Для многих ребят такое увлечение со временем может перерасти в профессию. Я уже с восьмого класса участвую на «Зорнице», сейчас я в девятом классе и не хочу на этом останавливаться. У меня есть цель учиться в МЧС, на военную тематику там. Сейчас после девятого класса хочу уйти в техникум, в чебоксары, потом после техникума в Москву, в университетах учиться. Готовит «Зорничников» к играм преподаватель-организатор «Основ безопасности жизнедеятельности» Юрий Васюткин. По словам тренера, еще два года назад БСОш номер один стала победителем республиканского этапа. Как рассказывает наставник ребят, даже попасть в команду не так-то просто. Существует довольно серьезный отбор. Мы отбираем отдельно уже после уроков, скажем, тот же кросс, тот же, скажем, подтягивание. То есть, во-первых, должен быть физически развитый ученик. А там уже после этого отбора, если человек хорошо бегает, хорошо подтягивается или отжимается, девчонка, да, или плавает, то все шансы. И самое главное, чтобы желание у него было огромное. В этом году мы собираемся тоже серьезно выступить, как бы готовиться, занять неплохое место. Есть и опыт, скажем, в частности, мой опыт как тренера, да, многие тонкости, например, я уже сейчас знаю. И поэтому, ну, есть, как бы, надежда, что в этом году можем занять высокое место. Наградой победителям окружной игры «Зарница» по Волжье станет участие во всероссийской игре «Победа», на которой команда будет защищать честь Приволжского федерального округа. Каждый участник команды понимает, что на них возложена ответственная задача – достойно представить Чувашию. Рифат Ваткулин, Расиль Мухаммедов, Республика.